В полупустом зале с такой же повесткой дня. По средам нардепы, как правило, не голосуют. Сегодняшний день не стал исключением, но вот завтра ожидают большей наполненности под куполом. Закон об особом статусе Донбасса зарегистрировали в парламенте. Задача нардепов попросту продлить действия документа, как голосовать. Будут об этом далее в сюжете. Более часа утреннего заседания под куполом ушло на выступление нардепов. Поговорив то об отставке супрун, то об армии перешли к голосованиям. Правда, хватило нардепов только на принятие закона о ратификации финансового соглашения. Документ призван модернизировать железную дорогу. Уже к полудню в Раде пусто. Сегодня основная работа в комитетах. На заседании антикоррупционного ждут главу НАБУ. На регламентном – генпрокурора. Бюджетный разбирается с замечаниями к смете их уже около тысячи. Мы хотим увеличить минимальные заработки, минимальные пенсии. Мы хотим увеличить прожитковый минимум, перший тарифный разряд, точнее, до прожиткового минимума. Не разрывать их. И в такий способ реальные доходы людей растут значительно. А это поживающий малый и средний бизнес. Что еще мы предлагаем? Мы предлагаем создать специальный фонд, который сможет дать гранты для инновационных проектов, для IT-технологий. Когда бюджет один триллион, а 417 – борговое навантажение, то в многих пониманиях, что тут очень тяжело перетягивать одеяло. Потому что она очень маленькая в этом году. Мы должны до 15-го рассмотреть все пропозиции. Поэтому создана рабочая группа. Мы планируем буквально день-два звезти в единую премиальную таблицу все пропозиции. После 15 октября за бюджет будут голосовать в первом чтении. А это уже следующая пленарная неделя. Насыщенным обещает быть и завтрашний день. Первым делом четыре языковых закона. Будь-який законов должен приниматься в этом зале. Просто даже с точки зрения, что нам необходима направлась точка для решения этой проблемы. У меня есть серьезные наблюдения о введении языковых стандартов и ответственности за порушение языковых стандартов. Мы еще носи не меряли, а размер вух не меряли. Мне кажется, что это однозначный перебир и не можно в такую крайность еще входити. Там очень большая коррупционная складыва. Потому что в первом варианте закона, я не помню его номер, но есть четыре конторы, начиная от комиссии по мове и завершивая мовными инспекторами по всей стране, которые, враховывая уровень коррупции сегодняшнего режима, они все будут собирать хабары за то, чтобы выдавать належные справки. Поэтому мы категорично против этого. Это законы, которые подаля расколют общество. Они абсолютно не нужны людям. Сегодня люди общаются на той мове, должны общаться, до которой они привыкли. Эти законы против Европейской карты защиту региональных мов. Ну и не исключено, что завтра в Раде появится закон об особом статусе Донбасса. Его сегодня зарегистрировал президент как неотложный. По сути, нардепам нужно продлить действия предыдущего документа, поскольку срок нынешнего истекает 10 октября. Он может вступить в действие, стать реальностью только после демилитаризации Донбасса, деокупации Донбасса, введения российской оружей, техники, закрытия кордоней. И очевидно, что сегодня Россия не готова делать ни один шаг в этом направлении. Поэтому я считаю, что вообще имплементация этого закону, по великому рахунку, возможно, после введения миротворной миссии на Донбасс. И я буду переконывать, коллег, что этот законопроект, он посилит наши переговорные позиции, что до подготовки миротворной миссии, которая должна получать широкий мандат. Если это будет продолжение действия предыдущего закону, мы поддерживаем его, потому что мы считаем, что хоть он и не работает, этот закон, он противоречит Конституцию Украины, но даже это сигнал того, что есть возможность мирного варианта решения конфликта. Это сигнал чисто моральный. Почему они всегда говорят в последний день, что нужно буквально уже завтра это сделать? Потому что они не хотят дискуссий, они хотят поставить нас перед фактом, что мы завтра продолжаем, або начебто мы порушим минские договоренности. Мы не шли на этот шантаж минулого года и не продолжили действие закона. И, конечно, не пойдем, как Батьковщина этого года. Другое. Для меня, очевидно, уже несколько лет, что минский процесс себя полностью вычерпал. Проект закона предусматривает продление особого порядка местного самоуправления до 31 декабря 2019 года. В пояснении к документу говорится, что он нужен для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Екатерина Лысенко, Ксения Провиненко, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова